Споры вокруг выбора места для полигона в районе не утихали с 2012 года. Изначально речь шла о двух площадках рядом с Сизябском и неподалеку от Ижмы. На общественных слушаниях жители места согласовали на 13-м километре. Вариант размещения в километре от райцентра, который в будущем мог бы сэкономить средства на транспортировку отходов, граждане решительно отклонили. Мы планировали, что это будет межрайонный полигон и потоки отходов в том числе забирать с Уссилимского района. Это отдаленный район и обязательно на этом полигоне в том числе будет сортировочная линия, что позволит вторичные ресурсы пускать на переработку, а хвосты захоранивать. Это 2018 год. Подрядчик тогда вовсю рубил лес, завозил технику и инструменты. На участке, площадью чуть больше 12 гектаров, шла подготовительная работа. Подрядчик оградил и расчистил территорию, организовал подъездную дорогу. Как утверждала бригада, сложностей нет. Расположение участка удобное и сухое. Только на этом все остановилось. Уже в следующем году работа встала. Полигон сейчас готов только на 16%. Работа, как видим, стоит. Никто за объект не берется. Для справки. Общая стоимость проекта 210 миллионов рублей. Но почему-то даже эта сумма для подрядчиков заманчиво не звучит. В 2019-м ни один подрядчик на объект не вышел. В этом году Минприроды дважды проводила аукцион. И даже из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства. Но и это не помогло. Объявился только один строитель и тот с документами, не соответствующими требованиям. То ли все это влияние магии, километр как-никак 13-й, то ли местные наколдовали. Хоть и сами на такой вариант размещения полигона согласились, а все равно жить с ним по соседству не жаждут. Категорически. По отрицателям. Потому что мусор нужно перерабатывать, не складировать. Ну, плохо, конечно. Негативно, конечно, отношусь к этому. Но я не знаю выхода из этого положения. Я не хочу, чтобы так войду. Но экология тоже, да. Плачет экология, природа. Зачем нам там мусорный полигон? У нас так уже вон одна свалка есть. Она забита полностью. Не убирает мусор. Речь идет о несанкционированной исторически сложившейся свалке. Напомним, с ноября 2018-го мусор можно складировать только на лицензированные полигоны. Было принято решение вывозить отходы из Ижмы на самый ближайший из них за 240 километров в Ухту. Оттого и большие тарифы. Транспортная составляющая более 80%. Но, как говорят местные, мусор как вывозили на старую свалку, так и возят. И, конечно, не Ухта жил фонд. А все тоже местное население. Разница лишь в том, что теперь за ней никто не следит. С этим мусором мы и сейчас тоже делаем. Как к нам туда возили, так и возят. Хоть раньше там бичи жили, и у них каждый раз убирали. Даже приятно было смотреть. У них хоть сжигали этот мусор. Все сжигали. А сейчас, вот недавно мы там были, это уже страшно, что там творится. Это ум не постижим. Зачем такое надо было сделать? Мы возили мусор, возили, там эти сжигали. Было приятно смотреть. А сейчас там... По обещаниям, новый полигон близ Ижмы должен был распахнуть свои ворота для мусора в 2020-м. Теперь уже всем понятно, сроки сдвигаются. Что касается его характеристик, они пока остаются прежними. Срок эксплуатации 20 лет, вместимость 204 тысячи кубометров, обслуживаемое население 18 тысяч человек. Я считаю, что надо вернуться к добрым советским временам, когда мы покупали не в пакеты полиэтиленовые, а бумажные пакеты. Сахарный песок, допустим, муку и так далее. А то, что жидкие стеклоторы взяли бутылочку воды, выпили эту бутылочку воды и обратно унесли. Пусть даже, я готов даже бесплатно отдать, чтобы не валялось вот эта стеклотора. В этом году планировали провести аж третий по счету аукцион. Но накануне отменили. По оптимистичным прогнозам Министерства природы в 2021 стройка возобновится. В 2022 будет завершена. Анна Зубарева, Иван Богомолов, Юрган, Ижимский район.